Всем приветик! Вот подходит к концу мой первый день сокового голодания. На самом деле, я не знаю, можно считать это первый или второй, потому что вчера я кушала только фрукты и салат один раз за день. И вот сегодня я перешла на так называемое соковое голодание. Ну, начало было очень веселое, потому что я сделала сок с утра и, в общем, как-то неудачно. Я взяла его с собой, понеслась там в магазин и взяла этот сок с собой. И я его как хлебнула, он такой, я не знаю, почему-то он получился такой мерзкий. В общем, это был гранатовый сок, имбирь, апельсин, морковь. То ли гранатовый сок там очень кислый, то ли я имбиря много туда положила, но не знаю. В общем, с трудом я половину выпила и я сразу вспомнила, знаете, как девочки говорили, я просматривала видео перед этим очень много, девочки говорят, ой, ну на сока голодать это так легко, пьёшь такие вкусняшки. В общем, не знаю, вот как-то вкусняшки никак не прошли сегодня. И, в общем, наверное, выпила я грамм 100 этого сока. Потом несколько часов у меня было странное чувство, такое, знаете, подташнивание. Я попила водички. И всё, потом были поездки по магазинам, я очень много ходила. То есть много часов, так сказать, на ногах переезжала, опять ходила по магазинам. Всё нормально, но, конечно, в магазинах продукты пахнут. Я думаю, что мы ощущаем эти запахи, но когда мы не очень голодные, мы их просто-напросто, мы их не замечаем. А когда ты голодный, ты просто идёшь мимо этих полок. Хлеб, шоколад, маршмеллоу, там зефирки, там что-то ещё ты слышишь эти запахи, ты прямо носом за ними. Ну, в общем, ощущения в желудке, то есть я ощущаю вот что-то, знаете, но я не могу сказать даже, что это голод, потому что я, наверное, не очень хочу. Я бы съела что-нибудь, знаете, это то чувство, когда, ну, мы считаем это чувство всегда, что это голод, а на самом деле это просто желание чего-то пожевать. Так вот утреннего сока я не хочу, овощного сока я тоже не хочу. Наверное, это не голод. И я решила, не знаю, может, я сегодня просто на водичке ещё посижу. Как-то странное ощущение, как будто мой организм говорит не соки и только не фрукты. Странно, я вроде бы вегетарианка, знаете, но почему у меня такая странная реакция на сок? То есть вот сейчас при воспоминании о фруктовом соке у меня какое-то стойкое чувство просто отвращения. Вот. Поэтому, наверное, на водичке. А завтра посмотрим. Вот так прошёл мой первый день. Не очень удачный. Не очень понятно, было ли это соковое голодание или это было полуголодание. Ну, посмотрим, как пойдёт дальше. Вот. Девчонки рассказывали там про сны яркие, про то, что кожа очищается и всякое такое. Ну, посмотрим. Ну, в общем, пока, скажем честно, для меня пока соки как вкусняшки не проходят. Как лечение может быть. Мне сестричка рассказывала, что у неё есть подружка, которая однажды лечилась. У неё было очень серьёзное заболевание, и поэтому она села на строгую диету без углеводную и без сахара. И она сидела 10 дней, по-моему, на соках морковь-сельдерей. И она потом поправилась, она чувствовала себя очень хорошо. И она мне рассказывала, что первые несколько дней её тоже тошнило от этих соков, и она их не хотела пить. Но после третьего дня всё нормально. То есть она потом заходит. Так что не знаю, посмотрим, зайдёт ли мне на второй день или на третий. Вообще, я планирую... Хотелось бы больше овощей, чем фруктов. Я почему-то уверена, что овощные соки более полезные, чем фруктовые. Меньше сахара, ну и так далее. Ну, не знаю. Пробовала эти зелёные смузи. Кроме чувства тошноты, у меня это ничего не вызывает. Sorry. Я не знаю, как приучить себя пить. Я знаю, что это очень полезно. Не знаю, мне легче эту зелень съесть как-то, чем её выпить. Ух, не знаю. Или её надо так маскировать чем-то, бананами, ананасами, там, чтобы она проскочила. Не проходит. Вот. Ну, вот. В принципе, день прошёл нормально. Я, конечно, почувствовала немножко усталость. Немножко. Ну, в принципе, мой муж, который с утра поел после этого дня, тоже почувствовал усталость. Так что разницы не вижу. Посмотрим, как дело пойдёт дальше. Ну, вот так прошёл мой первый день. Пока нормально. Посмотрим, что будет завтра. Всё. Всем пока. Ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok